Иран на протяжении последних 30 лет был ближайшим союзником Армении и занимал антиазербайджанскую позицию, начиная с Первой Карабахской войны. Он поддержал Армению. Тегеран рассматривает Ереван как свой стратегический тыл. Были сообщения, что территория Армении использовалась для контрабанды, обхода санкций, наложенных на Иран. Есть военное сотрудничество между Арменией и Ираном в разработке каких-то новых вооружений. Во всяком случае иранцы пытались использовать остатки советского военно-промышленного комплекса, сохранившиеся в Армении. Об этом сказал израильский политолог, специалист по Кавказу, Исламскому миру и Ближнему Востоку Авраам Шмулевич. Где-то за год до последней войны министр обороны Армении был с визитом в Тегеране. Там стороны заключили соглашение о производстве беспилотников и других вооружений на основе армянских исследовательских институтов. Хотя это не очень помогло Армении, но сотрудничество идет давно, оно многоплановое, отметил Шмулевич. Что касается Азербайджана и иранских отношений, то израильский эксперт подчеркнул, что Иран до сих пор рассматривает Азербайджан как потенциально свою территорию, как часть земель, которые у него были отняты. Конечно, об этом не говорят прямо, но до поры до времени. Но также были угрозы применения Ираном военной силы против Азербайджана в вопросе о шельфе Каспии и так далее. То, что сейчас происходит в отношениях двух стран, это не первый раз. Иран действительно рассматривает Азербайджан как своего потенциального противника, и это нужно четко понимать, сказал Авраам Шмулевич. Он также полагает, что Азербайджан не должен очень полагаться на Турцию, поскольку официальная Анкара ведет достаточно двусмысленную политику в отношении Ирана. Шмулевич не уверен, что Турция ради Азербайджана будет готова испортить отношения с Ираном. В армянском вопросе Турция всецело поддерживает Азербайджан. И тут не может быть никаких сомнений. Что же касается Ирана, то у Турции здесь своя игра, и она вряд ли захочет втягиваться напрямую в военное столкновение с Тегераном. Вероятность того, что Иран все-таки открыто вторгнется в Азербайджан, не очень велика, но она есть. Могут быть какие-то провокации на границе с Азербайджаном, возможно, иранцы попытаются раскачать ситуацию внутри Азербайджана или надавить на Турцию, чтобы она сократила военную помощь Азербайджану, подчеркнул израильский политолог. Если для Азербайджана Иран является потенциальной угрозой, то для Турции Иран такой угрозы не представляет. Я на месте азербайджанской дипломатии ориентировался бы на монархии Персидского залива, на те же Эмираты. Сегодня практически существует военный союз между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, и негласно с Саудовской Аравией, который направлен против Ирана. Потенциальное присоединение Азербайджана к этому союзу было бы достаточно весомой гарантией против каких-то агрессивных действий со стороны Ирана, отметил Авраам Шмулевич. По поводу развития Азербайджана и израильских отношений с точки зрения обеспечения безопасности азербайджанской границы, эксперт сказал, что Израиль имеет большой опыт в области охраны границ. Это Ливан, Сирия, сектор Газа. Израиль использует очень развитую систему технологий для охраны своей границы. Если бы Азербайджан обратился к Израилю за новейшими технологиями, то вопрос решился бы, думаю, положительно. А относительно перспективы реализации Зангизурского коридора, израильский политолог подчернул, что Зангизурский транспортный проект имеет огромное значение для Азербайджана и Турции. Это связь с тюркским миром, который находится по ту сторону Кавказа. Что же касается игроков, то кроме Армении, это Россия, которая конечно же не хотела бы терять монополию на события на Южном Кавказе. Зангизурский коридор – это в значительной степени гарантия экономического развития Азербайджана. Ирану совершенно не нужно усиление Азербайджана и с точки зрения экономики. Любой успех Азербайджана на международной арене для Ирана является нежелательным. Поэтому Иран тоже является страной, которая будет выступать против реализации Зангизурского транспортного коридора.